Роберт Шекли. Абсолютное оружие. Читает Геннадий Постригайло. Этселю хотелось кого-нибудь убить. Вот уже три недели работал он с Парком и Факсоном в этой мертвой пустыне. Они раскапывали каждый курган, попадавшийся им на пути, ничего не находили и шли дальше. Короткое марсианское лето близилось к концу. С каждым днем становилось все холоднее. С каждым днем нервы у Этселя, и в лучшие времена не очень крепкие, понемногу сдавали. Коротышко Факсон был весел. Он мечтал о куче денег, которые они получат, когда найдут оружие. А Парк молча тащился за ними, словно железный, и не произносил ни слова, если к нему не обращались. Этсель был на пределе. Они раскопали еще один курган, и опять не нашли ничего похожего на затерянное оружие марсиан. Водянистое солнце таращилось на них, на невероятно голубом небе были видны крупные звезды. Сквозь утепленный скафандр Этселя начал просачиваться вечерний холодок, леденя суставы и сковывая мышцы. Внезапно Этселя охватило желание убить Парка. Этот молчаливый человек был ему не по душе еще с того времени, когда они организовали партнерство на земле. Он ненавидел его больше, чем презирал Факсона. Этсель остановился. — Ты знаешь, куда нам идти? — спросил он Парка зловеще низким голосом. Парк только пожал плечами. На его бледном худом лице ничего не отразилось. — Куда мы идем? Тебя спрашивают! — повторил Этсель. Парк опять молча пожал плечами. — Пулю ему в голову! — решил Этсель и потянулся за пистолетом. — Подожди, Этсель! — умоляющим тоном сказал Факсон, становясь между ними. — Не выходи из себя. Ты только подумай о том, сколько мы загребем денег, если найдем оружие. От этой мысли глаза маленького человечка загорелись. — Оно где-то здесь, Этсель. Может быть, в соседнем кургане. Этсель заколебался, пристально поглядел на Парка. В этот миг больше всего на свете ему хотелось убивать, убивать, убивать. — Знай он там, на земле, что все получится именно так. Тогда все оказалось легким. У него был свиток, а в свитке — сведения о том, где спрятан склад легендарного оружия марсиан. Парк умел читать по-марсиански, а Факсон дал деньги для экспедиции. Этсель думал, что им только нужно долететь до Марса и пройти несколько шагов до места, где хранится оружие. До этого Этсель еще ни разу не покидал Землю. Он не рассчитывал, что ему придется пробыть на Марсе так долго, замерзать от леденящего ветра, голодать, питаясь безвкусными концентратами, всегда испытывать головокружение от разреженного скудного воздуха, проходящего через обогатитель. Он не думал тогда о натруженных мышцах, ноющих оттого, что все время надо продираться сквозь густые марсианские заросли. Он думал только о том, какую цену заплатит ему правительство, любое правительство, за это легендарное оружие. — Извините меня, — сказал Этсель, внезапно сообразив что-то. — Это место действует мне на нервы. Прости, Парк, что я сорвался. Веди дальше. Парк молча кивнул и пошел вперед. Факсон вздохнул и с облегчением двинулся за Парком. — В конце концов, — рассуждал про себя Этсель, — убить их я могу в любое время. Они нашли курган к вечеру, как раз тогда, когда терпение Этселя подходило к концу. Это было странное массивное сооружение, выглядевшее точно так, как написано в свитке. На металлических стенках осел толстый слой пыли. Они нашли дверь. — Дайте-ка, я ее высажу, — сказал Этсель и начал вытаскивать пистолет. Парк оттеснил его и, повернув ручку, открыл дверь. Они вошли в огромную комнату, где грудами лежало сверкающее легендарное марсианское оружие, остатки марсианской цивилизации. Люди стояли и молча смотрели по сторонам. Перед ними лежало сокровище, от поисков которого все уже давно отказались. С того времени, когда человек высадился на Марсе, развалины великих городов были тщательно изучены. По всей равнине лежали сломанные машины, боевые колесницы, инструменты, приборы. Все говорило о цивилизации, на тысячи лет опередившей земную. Кропотливо расшифрованные письмена рассказали о жестоких войнах, бушевавших на этой планете. Однако в них не говорилось, что произошло с марсианами. Уже несколько тысячелетий на Марсе не было ни одного разумного существа, не осталось даже животных. Казалось, свое оружие марсиане забрали с собой. Эдсель знал, что это оружие ценилось на вес чистого радиа. Равного ему не было во всем мире. Они сделали несколько шагов вглубь комнаты. Эдсель поднял первое, что ему попалось под руку. Похоже на пистолет сорок пятого калибра, только крупнее. Он подошел к раскрытой двери и направил оружие на росший неподалеку куст. — Не стреляй! — испуганно крикнул Факсон, когда Эдсель прицелился. — Оно может взорваться или еще что-нибудь. Пусть им занимаются специалисты, когда мы все это продадим. Эдсель нажал на спусковой рычаг. Куст, росший в семидесяти пяти футах от входа, исчез в ярко-красной вспышке. — Неплохо, — заметил Эдсель, ласково погладил пистолет и, положив его на место, взял следующий. — Ну, хватит, Эдсель! — умоляюще сказал Факсон. — Нет смысла испытывать здесь. Можно вызвать атомную реакцию или еще что-нибудь. — Заткнись! — бросил Эдсель, рассматривая спусковой механизм нового пистолета. — Не стреляй больше! — просил Факсон. Он умоляюще поглядел на парка, ища его поддержки. Но тот молча смотрел на Эдселя. — Ведь что-то из того, что здесь лежит, возможно, уничтожило всю марсианскую расу. Ты снова хочешь заварить кашу? — продолжал Факсон. Эдсель снова выстрелил и с удовольствием смотрел, как вдали плавится кусок пустыни. — Хороша штучка! Он поднял еще что-то, по форме, напоминающая длинный жезл. Холода он больше не чувствовал. Эдсель забавлялся с этими блестящими штучками и был в прекрасном настроении. — Пора собираться! — сказал Факсон, направляясь к двери. — Собираться? Куда? — медленно спросил его Эдсель. Он поднял сверкающий инструмент с изогнутой рукояткой, удобно умещающейся в ладони. — Назад, в космопорт, — ответил Факсон. — Домой, продавать всю эту амуницию, как мы и собирались. Уверен, что мы сможем запросить любую цену. За такое оружие любое правительство отвалит миллионы. — А я передумал, — задумчиво протянул Эдсель. Краем глаза он наблюдал за парком. Тот ходил между грудами оружия, но ни к чему не прикасался. — Послушай-ка, парень! — злобно сказал Факсон, глядя Эдселю в глаза. — В конце концов, я финансировал экспедицию. Мы же собирались продать это барахло. Я ведь тоже имею право... То есть, нет, я не то хотел сказать. Еще неопробованный пистолет был нацелен ему прямо в живот. — Ты что задумал? — пробормотал он, стараясь не смотреть на странный блестящий предмет. — Ни черта я не собираюсь продавать, — заявил Эдсель. Он стоял, прислонившись к стенке, так, чтобы видеть обоих. — Я ведь и сам могу использовать эти штуки. Он широко ухмыльнулся, не переставая наблюдать за обоими партнерами. — Дома я раздам оружие своим ребятам. С ним мы запросто скинем какое-нибудь правительство в Южной Америке и продержимся, сколько захотим. — Ну, хорошо, — упавшим голосом сказал Факсон, не спуская глаз с направленного на него пистолета. — Только я не желаю участвовать в этом деле. На меня не рассчитывай. — Пожалуйста, — ответил Эдсель. — Ты только не думай, я не собираюсь об этом болтать, — быстро проговорил Факсон. — Я не буду. Просто не хочется стрелять и убивать. Так что я лучше пойду. — Конечно, — сказал Эдсель. Парк стоял в стороне, внимательно рассматривая свои ногти. — Если ты устроишь себе королевство, я к тебе приеду в гости, — сказал Факсон, делая слабую попытку улыбнуться. — Может быть, сделаешь меня герцогом или еще кем-нибудь? — Может быть. — Ну и отлично. — Желаю тебе удачи. Факсон помахал ему рукой и пошел к двери. Эдсель дал ему пройти шагов двадцать. Затем поднял оружие и нажал на кнопку. Звука не последовало, вспышки тоже, но у Факсона правая рука была отсечена начисто. Эдсель быстро нажал кнопку еще раз. Маленького человечка рассекло надвое. Справа и слева от него на почве остались глубокие борозды. Эдсель вдруг сообразил, что все это время он стоял спиной к парку и круто повернулся. Парк мог бы схватить ближайший пистолет и разнести его на куски. Но парк спокойно стоял на месте, скрестив руки на груди. — Этот луч пройдет сквозь что угодно, — спокойно заметил он. — Полезная игрушка. Полчаса Эдсель с удовольствием таскал к двери то одно, то другое оружие. Парк к нему даже не притрагивался, с интересом наблюдая за Эдселем. Древнее оружие марсиан было как новенькое, на нем не сказались тысячи лет бездействия. В комнате было много оружия разного типа, разной конструкции и мощности. Изумительно компактные тепловые и радиационные автоматы, оружие мгновенно замораживающее и оружие сжигающее. — Оружие, умеющее рушить, резать, коагулировать, парализовывать и другими способами убивать все живое. — Давай-ка попробуем это, — сказал парк. Эдсель, собиравшийся испытать интересное трехствольное оружие, остановился. — Я занят, не видишь, что ли? — Перестань возиться с этими игрушками. Давай займемся серьезным делом. Парк остановился перед низкой черной платформой на колесах. Вдвоем они выкатили ее наружу. Парк стоял рядом и наблюдал, как Эдсель поворачивал рычажки на пульте управления. Из глубины машины раздалось негромкое гудение, затем ее окутал голубоватый дымок. Облако тумана росло по мере того, как Эдсель поворачивал рычажок и накрыло обоих людей, образовав нечто вроде правильного полушария. — Попробуй-ка пробить ее из бластера, — сказал парк. Эдсель выстрелил в окружающую их голубую стену. Заряд был полностью поглощен стеной. Эдсель испробовал на ней еще три разных пистолета, но они тоже не смогли пробить голубоватую прозрачную стену. — Сдается мне, — тихо произнес парк, — что такая стена выдержит и взрыв атомной бомбы. Это, видимо, мощное силовое поле. Эдсель выключил машину, и они вернулись в комнату с оружием. Солнце приближалось к горизонту, и в комнате становилось все темнее. — А знаешь что, — сказал друг Эдсель, — ты неплохой парень, парк. Парень, что надо. — Спасибо, — ответил парк, рассматривая кучу оружия. — Ты не сердишься, что я разделался с Факсоном, а? Он ведь собирался донести на нас правительству. — Наоборот, я одобряю. — Уверен, что ты парень, что надо. Ты ведь мог бы меня убить, когда я стрелял в Факсона. Эдсель умолчал о том, что на месте парка он так бы и поступил. Парк пожал плечами. — А как тебе идея насчет королевства со мной на пару? — спросил Эдсель, расплывшись в улыбке. — Я думаю, мы это дело провернем. Найдем себе приличную страну. Будет уйма девочек, развлечений. Ты как насчет этого? — Я за, — ответил парк. — Считай меня в своей команде. Эдсель похлопал его по плечу, и они пошли дальше вдоль рядов с оружием. — Ну, с этим все довольно ясно, — продолжал парк. — Варианты того, что мы уже видели. В углу комнаты они заметили дверь. На ней виднелась надпись на марсианском языке. — Что тут написано? — спросил Эдсель. — Что-то насчет абсолютного оружия, — ответил парк, разглядывая тщательно выписанные буквы чужого языка. — Предупреждают, чтобы не входили. Парк открыл дверь. Они хотели войти, но от неожиданности отпрянули назад. За дверью был зал, раза в три больше, чем комната с оружием. И вдоль всех стен, заполняя его, стояли солдаты. Роскошно одетые, вооруженные до зубов, солдаты стояли неподвижно, словно статуи. Они не проявляли никаких признаков жизни. У входа стоял стол, а на нем три предмета. Шар, размером с кулак, с нанесенными на нем делениями. Рядом блестящий шлем, а за ним небольшая черная шкатулка с марсианскими буквами на крышке. — Это что, усыпальница? — прошептал Эцель, с благоговением глядя на резко очерченные неземные лица марсианских воинов. Парк, стоявший позади него, не ответил. Эцель подошел к столу и взял в руки шар. Осторожно повернул стрелку на одно деление. — Как ты думаешь, что они должны делать? — спросил он Парка. — Ты думаешь... Они оба вздрогнули и попятились. Передам солдат, прокатилось движение. Они качнулись и застыли в позе смирно. Древние воины ожили. Один из них, одетый в пурпурную и серебром форму, вышел вперед и поклонился Эцелю. — Господин, наши войска готовы. Эцель от изумления не мог найти слов. — Как вам удалось остаться живыми столько лет? — спросил Парк. — Вы марсиане? — Мы слуги, марсиан, — ответил воин. Парк обратил внимание на то, что, когда солдат говорил, губы его не шевелились. Марсианские солдаты были телепатами. — Мы синтеты, господин. — А кому вы подчиняетесь? — Активатору, господин. Синтет говорил, обращаясь непосредственно к Эцелю, глядя на прозрачный шар в его руках. — Мы не нуждаемся в пище или сне, господин. Наше единственное желание — служить вам и сражаться. Солдаты кивнули в знак одобрения. — Веди нас в бой, господин. — Можете не сомневаться, — сказал Эцель, придя, наконец, с себя. — Я вам, ребята, покажу, что такое настоящий бой, будьте уверены. Солдаты торжественно трижды прокричали приветствие. Эцель ухмыльнулся, оглянувшись на парка. — А что означают остальные деления на циферблате? — спросил Эцель. Но солдат молчал. Видимо, вопрос не был предусмотрен введенной в него программой. — Может быть, они активируют других синтетов? — сказал Парк. — Наверное, внизу есть еще залы с солдатами. — И вы спрашиваете, поведу ли я вас в бой? — Еще как поведу! Солдаты еще раз торжественно прокричали приветствие. — Усыпи их и давай продумаем план действий, — сказал Парк. Эцель, все еще ошеломленный, повернул стрелку назад. Солдаты замерли, словно превратились в статуи. — Пойдем назад. — Ты, пожалуй, прав. — И захвати с собой все это, — сказал Парк, показывая на стол. Эцель взял блестящий шлем и черный ящик и вышел наружу, вслед за Парком. Солнце почти скрылось за горизонтом, и над красной пустыней протянулись черные длинные тени. Было очень холодно, но они этого не чувствовали. — Ты слышал, Парк, что они говорили? — Слышал? — Они сказали, что я их вождь. — С такими солдатами... Эцель засмеялся. — С такими солдатами, с таким оружием его ничто не сможет остановить. — Да уж, он выберет себе королевство, самые красивые девочки в мире, ну и повеселится же он. — Я генерал! — крикнул Эцель и надел шлем на голову. — Как? Идет мне, Парк? Похож я? Он замолчал. Ему послышалось, будто кто-то что-то шепчет, бормочет. Что это? — Проклятый дурак! Тоже придумал королевство. Такая власть — это для гениального человека. Человека, который способен переделать историю для меня. — Кто это говорит? Ты, Парк, а? Эцель внезапно понял, что с помощью шлема он мог слышать чужие мысли, но у него уже не осталось времени осознать, какое это было бы оружие для правителя мира. Парк аккуратно прострелил ему голову. Все это время пистолет был у него в руке. — Что за идиот? — подумал про себя Парк, надевая шлем. — Королевство! Тут вся власть в мире, а он мечтает о каком-то вшивом королевстве. Он обернулся и посмотрел на пещеру. С такими солдатами, силовым полем и всем оружием я завоюю весь мир. Он думал об этом спокойно, зная, что так оно и будет. Он собрался было назад, чтобы активировать синтетов, но остановился и поднял маленькую черную шкатулку, выпавшую из рук Эцеля. На ее крышке стремительным марсианским письмом было выгравировано. Абсолютное оружие. — Хм, что бы это могло значить, — подумал Парк. Он позволил Эцелю прожить ровно столько, чтобы испытать оружие. Нет смысла рисковать лишний раз. Жаль, что он не успел испытать и этого. Впрочем, и не нужно. У него и так хватает всякого оружия. Но вот эта последняя может облегчить задачу, сделать ее гораздо более безопасной. Что бы там ни было, это ему, несомненно, поможет. — Ну, — сказал он самому себе, — давай-ка посмотрим, что считают абсолютным оружием сами марсиане. И открыл шкатулку. Из нее пошел легкий пар. Парк отбросил шкатулку подальше, опасаясь, что там ядовитый газ. Пар прошел струей вверх и в стороны, затем начал сгущаться. Облако ширилось, росло и принимало какую-то определенную форму. Через несколько секунд оно приняло законченный вид и застыло, возвышаясь над шкатулкой. Облако поблескивало металлическим отсветом в угасающем свете дня. И парк увидел, что это огромный рот под двумя немигающими глазами. — О-хо-хо! — сказал рот. — Протоплазма! Он потянулся к телу Этселя. Парк поднял дезинтегратор и тщательно прицелился. — Спокойная протоплазма! — сказала чудовище, пожирая тело Этселя. — Мне нравится спокойная протоплазма. И чудовище заглотало тело Этселя целиком. Парк выстрелил. Взрыв вырыл десятифутовую воронку в почве. Из нее выплыл гигантский рот. — Долго же я ждал! — сказал рот. Нервы у парка сжались в тугой комок. Он с трудом подавил себе надвигающийся панический ужас. Сдерживая себя, он неспеша включил силовое поле и голубой шар окутал его. Парк схватил пистолет, из которого Этсель убил Факсона, и почувствовал, как удобно легла в его руку прикладистая рукоятка. Чудовище приближалось. Парк нажал на кнопку, и из дула вырвался прямой луч. Оно продолжало приближаться. — Сгинь! Исчезни! — завизжал парк. Нервы у него начали рваться. Оно приближалось с широкой ухмылкой. — Мне нравится спокойная протоплазма, — сказала Оно, и гигантский рот сомкнулся над парком. — Но мне нравится и активная протоплазма. Оно глотнуло, и затем выплыло сквозь другую стенку поля, оглядываясь по сторонам в поисках миллионов единиц протоплазмы, как бывало давным-давно. Субтитры создавал DimaTorzok